Пустынные, пустынные, просторы армируют тут. А это вторая часть... ГОЛД! А? Срочно! У пятёрки вышел новый трек. Все делают реакции, сейчас это в тренде, ма... ВАУ! Сюда! А может, вместо погони за просмотрами тысяч, которые о нас и не смотрят через день, будем делать скромные видео для преданных 120 фанатов? Не, не надо. Ещё раз такую хуйню скажешь, оставлю на месяц без еды в подвале. Да, хозяин? Всем здорово! Здрасьте! Это горячая армия. 69, братик! Тур. Ага. И это все плюсы в клипе от Сосити. Поехали! Блядь, как же он запрягает 48 секунд. Я фури... А, не, ну. А, ну и да, маленькая помарка. Я не буду считать за плюс или отсылку, просто появление игрока СП в кадре. Ведь шарящие и так знают имена, а не шарящим эти имена ни о чём не говорят. Бля, по факту. Бля, тут надо, наверное, вот так посмотреть, потому что тут написано счётчик плюсов. Удатели клипа Найнтингелл и Филин вместе за барной стойкой. Прикол. Пятёрка с первого секунд козыряет своими атрибутами. Козыряет. Кольца, часы, RGB, штаны, серьги и майка infantil. Да, мне было приятно то, что у меня ещё Филин переспрашивал, говорит, вот такой тебе костюм сделать или вот такой, там я говорил, что-то подправить. Все эти элементы реального Кирилла Баранова органично переделаны под игрового пятёрку. Там самая охуенная, бля, по-моему, я показывал сейчас. Типа Найнтингелл и Филин вместе за барной стойкой. Блядь, но он приблизил. Короче, в левом ухе там ровно, блядь, серёжка, которая вот у меня. Вот, вот, блядь, ну тут хуёво видно, квадратная, когда, как кубики из Майнкрафта. Пятёрка с первого секунд козыряет. Все эти элементы реального Кирилла Баранова органично переделаны под игрового пятёрку. Да, это охуеть. На протяжении всего клипа можно заметить 2D эффекты. При этом есть как тренд, заданный спайдерверсом, добрался и до сюда. Вот это я нихуя не выкупил. Да, да, это, ребят, это спайдерверс. Это отсылка. Это отсылка на спайдерверс. На пару секунд в углу можно увидеть Джоппера. Нихуя себе, это я не знал. Для кого-то может показаться странным, но они ведь не один человек. По факту, ёпта. Так что могут находиться на время на в одном месте. Сто процентов. А если же опустили зеровлы, то ты весь двойное дно. Ведь эта часть клипа происходит на SP4. Во времена, когда Джоппер вирус не ограничивался одним сосудом. А переселял... Бля, нихуя себе он знаток. И с тела в тело при смерти прошлого носителя. И, видать, он пришел на концерт. Именно, чтобы получить под контроль последний основной сосуд. Не ходя себе. Сосудок. Спрингтропка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это на SP Maxx я был в... В городе... Свалкертаун он вроде назывался. И у меня даже какое-то имя было. Меня... Я забыл, как меня звали. Блядь. Чё-то вроде двуликий, но я был пятиликий. Да, пятиликий, нахуй. Честно, я не знаю, зачем оно тут. Инфо я не нашел. Судя по всему, он тут просто чтобы быть. Не-не-не-не-не. Это масло. На сервере очень любят использовать кристаллы для убийств. Для истории такая деталь недостойно упоминать нечто. Мэрии ждет безумный фанат. В Мэрии в отсутствие пятерки находится Тич Хахапи. Ведь он зампрезидента. Как-никак. Мэрии пуст на бездумный диктант. Пресса пишет под копирку хваленный диктант. На сервере действовала и действовала диктатура Эль президента пятерки. Слава СП. Слава СП. И конечно, под нее умнется вся пресса в лице того же СП Таймс. Тогда не было СП Таймс. Во время поворота можно увидеть надпись СП на спине у пятерки. Охуеть! Ебать отсылище! Вот сейчас я вообще ебнулся нахуй. Охуеть, блядь. Чел просто мой скин скачал. Это скин с СП видения. И типа... Ну, блядь, там и написано было СП. Потому что это с СП видения, типа. Ну, просто... Откатите Тиару. Просто, просто да. Да. Да, блядь, это фактически, то есть скопированные непосредственно. И каждый глуп, кто хочет лету. Не давая денег, не давая услуг. Порох. Это валюта, использовавшаяся на СП до алмазной руды. Теперь город Приза. Принимай новый вызов. Ты для этого избран. Отсо-сити. Блядь, чел так знаток? О, да, бля, Атуру. Просто знайте, если она появляется в треке, то она признанно от этого станет намного лучше. Отсо-сити, Аберег, с разных планет... Ну, у нас есть трек, в котором она сделала хуже, и мы ее убрали оттуда. То есть это реально, ну, то есть непосредственно факт. Нет, чебурек, филкекс, кушалом... Эх, меня понесло. Когда-нибудь я выпущу отдельное видео про нее, а пока продолжим. Мы ее убрали и добавили МТМакса, и стало еще хуже. Ну, это как бы продолжение. Эм, Эрит Канон? Кто не знает, по первоначальному канону часы, позволяющие призракам принимать облик себе из других вселенных? Да не, не, она не канонна. Это просто как бы прикол. Не, 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 она рассказчик больше. Она такая извне. Не, 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 не. Три часы, ставшие магическим артефактом в ходе Экспири... Но его я вырезаю из которого, да? Его нахуй. Это вот этих двух ноунеймов, о которых нам абсолютно прям вообще ничего не известно. По версии клипа же, это божий дар бога гены, переданы через архангела Атуру. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Ко из вариантов вам ближе? Комментик, может, напишите. Нет, тут просто, мне кажется, временем было ограничено. Как она за три слова могла бы показать вот это все? Пусть она будет. Потому что она исполнитель. В моменте получения часов мы видим не просто рандомные скины пятерки, а именно те его версии, вселенные которых будут использоваться в клипе. Хоба, снова двойное дно. Нихуя себе, блядь, чеховское ружье, нахуй. Ко объединяет все эти версии пятерки из разных миров. Вот именно, они все участвовали в восстании двойников на четвертом сезоне. Блядь, я сейчас думаю, сука, нихуя себе. Я почти ничего не сделала. Какая история-то охуенная? Поражаюсь вниманием к мелочам в этом клипе. В том реальности и скрайности, и в крайности. Все ненавидят мистера пятерку. Заслуженно. Со стаиму небес. Я заслуженно. Уфу-фуфу. Капитал Заки и Звезда противостоят Фури. Бедный MC-32 удара монтировкой. Это Звезда, если что, ребята. Проверка новичков Отсу. Просто рутина. Мне нужно что-то еще добавить. Нет, там еще нихуя себе. Вот это я только что в первый раз увидел. Проверка новичков. Ставь лайк. Проверка новичков. Нихуя себе, блядь. Нихуя он заебался. Я это только сейчас увидел. Проверка новичков Отсу. Просто рутина. Пасхалище ниебейшего характера, я бы сказал. Что добавить? В начале пятого сезона, когда Атрикс еще был главным. Нет, архишкольник. Архишкольник. Он творил лютую хуйтень. А пятерка, как все из всех. Все можно. Как и всех школьников, его покрывал. Чисто плюс за то, что школьники имеют отдельную модельку. Да, кстати. Вы это в единии, блядь. Кто-то идеальных переходов не существует. Просто идеальный нахуй переход. У меня встал, Найтингелл, выходи за меня. Участник перестрелки. Это так про... Да, тут еще, типа, прикол, что это потраченный перевод. Типа, попадаешь в гетто, ты участник перестрелки. А здесь потрачено... Войдите в трущобы, попадитесь в перекрестный огонь. Типа, ну такое, типа, блядь. Охладите траханье, нахуй. Просто, ну и так гениально скопировать кривые анимации из GTA. Глянь на мост, он как будто с открытки. Здесь на плитке улыбки в избытке. Мост, как неоднократно говорил сам Кирилл, это визитная карточка от Су. И тут там наглядный пример. Купи шляпку, кредитка и по скидке. Ссылка на магазин обоев Канка, который... Канка! Ой, никому не нужен, ибо кому, блядь, нужны ёбаные обои в Майнкрафте. Так что его сносит... Конкуренты. Сука, это, блядь, легендарная охуйня. Ой, блядь, я ж помню, я тогда просто, нахуй, заходил в Майнкрафт в надежде просто прийти к Мэшу. А он уже что-то приготовил. У него всегда, нахуй, что-то было. Он говорит, блядь, конкуренты опять заебали. Идём, даём мы все эти обои, ебаные, нахуй, реально, никому не нужны. Сука, начинаются разборки эти, блядь. Сука, реально, это золотой век. Это вот прям вот как в цивилизацию, кто играл, вот там вот внезапно наступает золотой век. Вот это, это, блядь, он. Значит, недалеко находящийся полной шляпой. Блядь, так охуенно, я вообще на респекте. Полной шляпой. Поставили в позы. Блядь, прям охуенно, очень круто, угрожающе так. Ещё они в хуяк съехались. Вот это мне один из любимых кадров. На плечах у жопера и Николаса версии бандитов жопера и сериала Ке Кубики. Посмотрите, кстати, годный мульт. Это монтажный рутур. На этапе монтажа я увидел ещё одну отсылку, которую я не прописал в сценарии. Когда Атликс бьёт пятёрку. На книге появляется надпись по стайфай. Охуеть! Костюмер и гример пятёрки. Это, собственно, авторы клипа. Кто же ещё? И от кадра показывает две роли Кирилла. А ещё... Бля, ещё прикольно то, что Найтнингейл, у него скин чёрно-белый. И он справа стоит, и чёрно-белая хуйня. А, блядь, у Филина обычный нормальный цветной скин и цветной, блядь, сторона. Тут говорится, счастье и кошмары. Я считаю правильным, что счастье это жопер, а кошмары это флэшмен, а не мам. Порос. Ага. Кто против, тот заплатит. Город моего пати значит Асса-сити. Вот, Серёжка, Серёжка. Сука, школьники, блядь. Для данного застывшего кадра не нужна какая-то анимация рта или что-то? Блядь, вот это, ну это, сука, это же легендарный, блядь, кадр. Он, ну, это две или три разные вещи. Я здесь вижу три разные вещи, блядь. Вот, но насколько весь СП олицетворяется, то, что какие истории тут могут генерироваться, нахуй. Это просто сервер в Майнкрафте, но ты смотришь на одну картинку, и, блядь, столько флэшбэков, нахуй. Грустных, радостных, блядь. Вот вообще все виды эмоций на СП. Сука, это лучший сервер, блядь. Самый лучший сервер, блядь. Вообще просто без прикола, без рекламы какой-то. Я два месяца уже там почти не играю. Но у меня прям мурашки плакать хочется. То, ну, вроде того. Но на Дигейл все же заморочился и нарисовал игрокам мертвы с разрешением больше, чем у скинов. А, блядь, это он об этом хотел сказать. Он вернулся, кстати. Чем у скинов. Он меня зовет. Вчера какой-то ивентус должен был быть. Блядь, я проебал. На машине ехал. Фурии все же отомстили капитану Заки. И кажется, очевидным... Это не капитан Заки, но, блядь. Но тут он уже, видимо, поменьше начал следить. Псичу, малый, должен мстить с ними. Но он слишком попускает фурии, чтобы объединиться с ними. Страйдер держит камеру, да, как он ютубер. Был ютубер. Нет, так они оба. Они все трое. И сейчас он ушел. Он еще, возможно, не ушел. А это как бы свежая кровь ютуберского характера. Прософ легенда. Все происходящие в клипе события можно считать каноном для сериала, а флешмен весь гена тут точно такой же, как и в ведении флешмена. Нихуя себе, вот это, кстати, интересно. Не надо мне тут пиздить про Рьюз моделек. Прикол. Две легенды повторили легендарный мем. А это что? Чаркот, ведущий в мой телеграм? Какое совпадение? Вау! Вот бы его все бы могли на этой реакции отсканировать, но нет, эти плашки ебучие перекрыли больше половины. Не есть. Ладно, братанчик, раз ты досмотрел до сюда и тебе понравилось, а значит тебе нужно подписаться и лайк мне отдать. Блядь, не, ну реально прикольно. А то, кебаб, пусть я сделаю в ГРУ. Реально прикольно, то есть я ставлю лайк, мне понравилось. Там чуть побольше о ссылах, ну, которые я видел. Я сначала хотел делать разбор, потом уже стало неактуально, а потом я думаю... Ну, я заходил иногда на гениус, и раньше на гениусе было две строчки, типа. Сейчас почти весь гениус, ну, типа весь текст в гениусе полностью разобран, там, типа, каждая строчка как-то описана. Ну, это может быть с моих слов, конечно, делали. Ну, короче, прикольно, пусть оно... Сейчас, Юрга, ой, блядь. А-а-а-а... Субтитры сделал DimaTorzok